Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка под компанией Тик Милосом и я, Артур Узятур. Сегодняшний наш обзор посвящен разбору валютной пары кросс-курса евро-австралийский доллар. Если вы следили за этой парой, то примерно в конце марта евро-австралийский доллар двинулся почти на 3000 пунктов. За весьма короткое время он преодолел такое большое расстояние. Это позволяет заявить, что валютная пара, данный кросс-курс чуть ли не возглавляет список самых волатильных валютных пар из числа кросс-курса. До начала марта 2020 года пара двигалась в достаточно узком диапазоне, примерно в 600 пунктов. Взрывным движением достигло уровня в 1,98. Данное движение совпало с распродажей рисковых активов, в первую очередь акций, то есть фондовых рынков и высокодоходных облигаций компаний. Пострадали также цены на сырье и именно некоторые товарные позиции, формируя значительную часть денежных потоков экспортных в Австралию. Риски в активах, номинированных в австралийском долларе, в том числе гособлигации Австралии, риски возросли из-за роста неопределенности денежных потоков в страну, что спровоцировало отток капитала в страны с низкими процентными ставками, то есть те страны, которые имеют валюту фондирования, а валюта фондирования это у нас валюта, которая финансирует так называемые кэри-сделки. И одной из таких валют является евро. А затем цены на сырье стабилизировались, благодаря тому, что страны постепенно выходят из карантина. Есть прогресс в этом направлении, есть ожидания, что выход из карантина будет устойчивым, также ожидания по перезапуску экономик, также прогрессу по данному направлению. Товарный риск для австралийского доллара значительно снизился, что отразилось в таком вот спешном откате данной пары и возвращение в этот долгосрочный канал. Однако риск повторной коррекции на фондовых рынках, хоть отошел на второй план, но остается высоким, по крайней мере потому, что рост на фондовых рынках, вопреки любым сигналам, даже самым плохим, с экономического фронта, который мы сейчас наблюдаем, этот рост нам кажется неестественным. Возможно, восприятие многих инвесторов, он кажется неестественным. Аргумент есть такой о том, что поток шокирующих данных был уже отражен в мартовской коррекции на фондовых рынках, который стал самым быстрым за всю историю. Этот аргумент кажется неубедительным, поскольку если это так, если это имело место, то в текущем восстановлении фондового рынка должны, соответственно, отражаться какие-то солидные ожидания восстановления. Но вот возникает вопрос, какие? Как известно, при рецессии резко возрастает экономическая и финансовая неопределенность, то есть возрастает число возможных вероятных исходов, из-за этого, будем так говорить, растет ширина неопределенности, и поэтому инвесторы, в том числе, должны сокращать горизонт прогнозирования, вынуждены сокращать горизонт прогнозирования. Кроме того, компании долго будут выходить на предкризисный уровень продаж, что хотя бы следует из рекордного взрывного роста безработицы, который обычно снижается медленнее, чем растет, то есть потерять рабочие места намного проще, чем намного легче и быстрее, чем их восстановить. Следовательно, не следует ожидать и быстрого восстановления потребительских расходов, которые зависят как раз-таки от роста зарплаты, которые, в свою очередь, зависят от темпов, от того, как изменяется найм, от динамики найма. Есть версия, также есть такое предположение, что подавление доходности центральными банками привело к тому, что попусту из фондового рынка, из акций сейчас некуда бежать, потому что если переложиться наличность, то все эти наличные будут постепенно съедать инфляцию, так как реальная доходность отрицательна из-за инфляции, из-за того, что номинальные статки очень низкие. И по бандам мы имеем также, соответственно, отрицательную доходность по некоторым. И, собственно, куда по этому бежать? Остаются только акции, да? Какие-то стабильные, хорошие компании. В будущем они как бы смогут выкарабкаться, да? И будут проносить дивиденды, то есть, ну, по ним можно будет получать доход. И, соответственно, эти ожидания создают вот такое равновесие на фондовом рынке, несмотря на ужасные экономические данные, которые мы получаем. Но все равно, на мне это кажется, как мне это кажется, это спекулятивный рост, ожидая того, что ожидают также другие, непонятно, что они ожидают, вообще реализуется ли это, если, ну, это происходит в отрыве от фундаментальных данных. И за счет этого рост, как бы, окажется не совсем устойчивым. По технической картине, она представлена вот на ваших экранах, да? Видно, что австралийский доллар отыграл здесь потери после интенсивной вот этой мартовской распродажи. Отыграл он потери, возвращается он в этот среднесрочный канал, пара возвращается в среднесрочный канал в рамках движения в узком нисходящем канале. В начале мая видно, что пара у нас выбралась из этого нисходящего узкого канала, прервала она нисходящий этот тренд. Вот здесь, можно видеть, произошел пробой. И это может говорить о завершении основной волны продаж в рамках вот этого канала. Новая цель, соответственно, становится тест верхней границы, вот этого среднесрочного диапазона, тест вот этой границы. Это район у нас 1,7350, 1,74. Как раз-таки из-за того фактора, мы уже сейчас о нем поговорили, это риск вот этой коррекции на фондовом рынке существующей. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу. Спасибо.